Всем большой привет! Начнем мы с вами этот влог со сборки торта. Это у меня лавандовый торт, который будет на Я Тортодел, поэтому здесь я его показывать не буду. Просто мы сейчас быстренько с вами соберем его торт, затем будем оформлять. Собралась я рисовать. Рисовать я буду на мастике. Вот такую вот красавицу, милейшего ангелочка, только без крыльев. Крылья у меня будут из вафельной бумаги. Почему я решила, что я буду рисовать не на боковине торта. Сейчас, минуточку, потише телевизор сделаю. Не прямо на креме, почему я буду рисовать, а решила рисовать на мастике. Потому что мне нужно, чтобы мое изображение как бы немного выпирало из торта, так скажем. Ну, в общем, в результате потом там все посмотрите. Какая задумка была, как я хочу сделать. В результате будет ясно. Так, разбавлять красители буду водкой, использовать буду водорастворимые красители. Это мастика, кстати, топ-продукт. Ну, это вдруг кому будет интересно. Примерно где-то на 0,3 миллиметра раскатала. Она немножко подсохла. Все теперь можно высовать. Смотрите, какая лопатулечка получается. Такая прям девчушечка, обиженка. Немножко обиделась на кого-то. Не совсем, конечно, то, что на картинке. Но я уже на нее почти не смотрю на эту картинку. Просто как идет, так идет. Все, девчушечка моя готова. Сейчас осталось сделать крылья из вафельной бумаги. Девочку я вырезала резаком, прям по контуру. Видите, мастика достаточно подсохла хорошо. Прям картинка получилась обычная. И из вафельной бумаги вырезала два крыла абсолютно произвольно. Из той же вафельной бумаги, из тонкой, я тут тоже абсолютно произвольно начала вырезать вот такие вот перья. В несколько слоев складываю вафельную бумагу и маленькими ножничками вырезаю и делаю еще небольшие прорези по контуру. Вот, когда достаточное количество их вырежу, будем клеить. Так, одно крыло сделала. Практически один лист у меня ушел на два крыла. Вот, немножко кусочек остался. Ну, будем считать, что один листок. Клеить начинаю с уголка. То есть, получается, с кончика крыла. Сейчас я вот на этом примере покажу. Сначала полностью крыло покрыла гелем глянец. И потом начинаю клеить. Получается, что основание пера приклеивается, а кончик свободный. В шахматном порядке вот таким вот образом. У нас уже следующее утро. Торт полностью готов. Ждет отправки. Все элементы прикрепляла на крем. Вафельные крылышки тоже. Ничем не обрабатывала. Единственное, что прикрепляла я же их на гель-глянец. А он защищает от влаги вафельную бумагу. Обратную сторону не обрабатывала. Чисто кремом немножко промазала и все и прикрепила. Облачка это меренги. Ну, как всегда. После выравнивания остался крем. Я его немного окрасила жирорастворимым красителем. Здесь прошла с глубоким. По низу это тоже меренги. Отдала торт. Выдроила кухню опять свою. После каждого торта я ее тут намываю, вылизываю. Вот. И отсняли видео с лавандовым бисквитом. 6-сантиметровым получается. Разрезала я его на три коржа. Вот вчера тортик я именно с ним и собирала. Потом разрежем. Я его покажу. Еще купила я вот такие вот саженцы. Это сосна кедровая сибирская. Но я еще даже не решила, куда я их буду сажать. Олежек запрещает мне вдоль забора сажать. Так как там еще все будет переделываться. Пока вот на подоконнике стоят саженцы. Сначала они у меня в теплице стояли. Но там больную душу для них перенесла сюда. Раз уж про теплицу заговорила. Вот она моя тепличка. Это только ее половина. То есть одну часть я только засадила. Вторая часть у нас там остатки стройматериалов. Олег сказал, в этом году не будем там ничего разбирать. Здесь у меня зелень. Еще ничего не повылазило. Помидоры. Два вида томатов я посадила. И не знаю, то ли этот, то ли вот этот у меня получается. Короче, один сорт розовый томат, а другой сорт бычье сердце. Ну, салатные такие все. Здесь тоже получается зелень. Всякое. Тут базилик еще тоже не повылазил. И вот лук чисто тоже на зелень. Ну и огурчики. А, перец еще сладкий. Пять. Пять, по-моему, да? Да, получается пять кустиков. Олежек мне еще дорожку сделает. Здесь. Чтоб не земля была, а вот, я не знаю, я хотела какую-нибудь тротуарную плитку бэушную купить. И вот здесь вот выложить. Либо щепенкой все это засыпать. Чтобы чисто было. Вот такие посадки. Здесь редис немножко прям. Так чисто вот, когда вылез, там у меня еще не вылез. Поесть и все. Щавель и салат. Салат. Два вида салата. Здесь посадила. Пиончики скоро распустятся. Три одинаковых куста. Тут полисадники. Очень красивые, когда распускаются. Я очень люблю пионы. Хотела посадить белые, еще розовые пионы. Олежек сказал, ничего не сажай. Все будет переделываться. Я потому что сколько цветов сажала. Все это потом под бульдозер шло. На той стороне дома сажала. Красота. Кирюша, ты будешь здороваться? Привет. Меня, в принципе, изначально предупредили, что ничего сажать не нужно. Никаких ни кустарников, ни деревьев. Потому что я еще в этом году порывалась съездить за саженцами. Но так как там все это будет все равно планироваться. Ну, как планируется стройка. То есть там все будет переделываться. Опять будет заезжать строительная техника. В том году насажала я цветов. У нас там был участок под бассейн. И я вокруг бассейна насажала цветов. И в том году, когда сарай сносили, когда рыли яму под гараж, мои цветы все прям трактором прошел. Трактор прям прошелся по цветочкам так нормально. Два раза еще туда-сюда поездил. В общем, в этом году мне тоже сказали, ничего сажать не надо. Потому что и свекровь, и мама тоже дают постоянно какие-то саженцы. Посади вот цветочки. Вот я тебе оставила вот кустики. Мама оставляла, помню, жасмин. Я хотела жасмин посадить у себя. Тоже пока не будем все это делать. И в палисаднике тоже сажать бессмысленно. Так как палисадник будет удлиняться, выравниваться. Там еще земля, потому что под наклоном там все. А сейчас поехали мы за строительной. Ой, садовой. Как ее? Садовая, это маленькая. Строительная точка. Строительная тачка. Здесь у нас в Октябрьске продаются такие тачки, но они очень маленького объема. То есть недостаточного. Либо есть достаточный объем, да, мы видели. Но она с двумя колесиками. А Олежек хочет с одним колесом, чтобы была. И они почему-то с одним колесом какие-то хлипкие такие все продаются. Что-то посерьезнее нужно. Да, уличные туалеты готовы. Рудка готова. Сколько она стоит? У Бони маленькая такая будет будка. Песочница вон. Смотри. Правда она здесь давно стоит и уже вся рассохлась. И будка нет, маловато. Во, какая будка. 12,700. Смотри какая. Поп. Она потом еще друзей приводила. Крыша у нее, смотри, какая козырная. У нас тысяч. Ага. Пойдем, Кук. Там беседка временная. Временная? Ну а сколько она такая стоит временная, беседка? Бассейн тоже куда-то. Где с одним колесом? Но они тоже маленькие. 24. Нет, это тут не маленькая. Сколько здесь у нее? 24. Она стоит? Ну, тоже где-то сто. 110, наверное. Она глубокая. Чук казан хотел, чтобы подвешивать, готовить. Миллион стоит. Как он? Походный называется? Миллион? Нет, не миллион. Это, видите, что-то запятая. 1700. На сколько он литров? 12, я так понимаю. Получается на 9 литров. Мам, пойдем на столовой дашь? Сейчас, сыночка, подожди. Получается на 9 литров полторы тысячи. 1800 на 12 литров. Ну там уж на 15 литров, мне кажется, совсем большой. Столько всего здесь. Очень хороший магазин. Полно всего. И цены такие недорогие. Форма для хлеба. Вот, смотрите, какая большая форма для выпечки. Размер, правда, здесь не указ. Но больше, чем альбомный лист. И получается 360 рублей. Вот что? Сковорода-гриль. Чего пару тысяч? Кирюшу он себе в детском отделе мячик купил. У него карманные деньги были, жали очень сильно ему карман. Но еще 30 рублей. Еще 30 рублей, Даша. На воды купил. Хозяйственный магазин, который я сейчас снимала, цены такие вообще дешевские, можно сказать, по сравнению с другим магазином. Тачку как раз сейчас там купили. За такую же цену тачка была в наших октябрьских магазинах в два раза меньше объема. Ну, не в два раза. Ну, в полтора точно. Ну, сколько мы смотрели? Они там за три с чем-то. А это 2,400. И она такая глубокая. И казан тоже. Мы много смотрели в сфере различных казанов. Цены были там и по 3 тысячи. Тут получается тренога 400 рублей, а сам казан 9-литровый, полторы. И вот еще с Кирюшей наверх зашли. Там детский отдел. Посмотрели там детские вещички, просто приценилось. Че почем. Коляски там. Ну, коляски там мне не особо понравились. Кроватки тоже не такие. Там простые прямоугольные, а я грубою хочу. Надо поддуть мячик. Мячик поддуем. А сейчас в тканевый магазин поедем. Если они еще открыты, хочу купить ткань на пеленки. Трикотаж какой прикольный. Супергерой. Мы сейчас на Мангаре. Сейчас в ДНС зайдем за зарядкой. Пришла зарядка, заказывали в сервисном центре для Кирюшиных. Че? А потом мы куда? Не знаю. Сейчас посмотрим. Пока гуляем. Для Кирюшиных часов, которые он потерял зарядку. Умные часы. Вот позвонили, сказали, что пришла. Куда дели зарядку, так и не нашли. Как сквозь землю провалилась. У кого-то или в гостях, или дома. Ну, в гостях. Ты ее брал кому-то в гости? Дома все обыскали. Ну, это что за елка? Ну, какая-то... Нет, это разновидность ели. Какая-нибудь. Надо посмотреть в интернете. Не, смотри, какая классная. Она прям такая ровненькая, как будто искусственная. А это искусственная. Телефонная. Телефонная искусственная. Искусственная? Да, это не только. Нет. Не искусственная. Нет, пап, на ней там что-то растет. Настоящая. Вот эта елочка. Не, вообще классная. В такую бы около дома посадить. Приехали мы домой. Сразу показываю им разрез. Доснимали. Видео? У этого бисквита получилась небольшая горочка. Я ее срезала. Очень вкусненький. И мне очень нравится то, что... Ощущается аромат лаванды. Но нету никакого вот, знаете, навязчивого вкуса. То есть, навязчивого такого запаха нет. Все в меру. И мне уже отписалась Олечка, для которой я делала торт. Вернее, для ее крестницы я делала тортик. Вот, они уже отписались. Сказали, что очень-очень вкусно. Даже ребенок, который вообще не ест торты, целый кусок съел. Очень понравился нам торт. Который мы будем с вами, кстати, скоро снимать. И вот какую ткань купила для Ванечки. Для пеленок. Это фланелька. Штук пять. Сделала. Ну, тут как раз на пять. И вот такие вот легенькие пеленочки будут. Мама, что с кошечками? Не знаю, мне понравилось с кошечками. С кошечками здесь всего 3 метра, что ли. Не помню, надо пересчитать. Пять метров. Кроме эти швы где-то натирали, то к шейке они прислонялись. А верлаком я делала для Кирилла. А верлаком прошлась. И так было комфортнее и лучше. Ничего нигде никому не натирала. Вот, из опыта, короче, я так решила. Мне и не знаю. Угу, тебе. А киски такие нейтральные. Я сначала думала, это девчачья ткань. Она говорит, да нет, и мальчикам берут. Здесь же и желтые киски. Всякие здесь и рыбки. Сама-то ткань желтая. Я говорю, ну давайте. Тут как раз остаток был. Вот, пеленок много не бывает. И еще хотела похвастаться вот такими топотушками, пинеточками. Это Оля связала сама. Вот для которой я сегодня тортик делала. Рукодельницы. Смотрите, какие. Вот от собачек я прям балдею. Такие маленькие. У меня аж до слез. И вот такие вот еще голубенькие. Сейчас покажу. Так. Вот они. Для Ванечки. Классно, да? Вот мини-палисадник. А здесь Олежек уже завалинку все разобрал. Ну, телегу собрали. Кук, что маму катать будешь? Что? Маму катать будешь? Может быть. Может быть. Крутая Кук, у тебя тачка. Кук, ты какие шайбы знаешь? Обычные и... Граверные. Граверные? Да. О, молодец. Я тут себе организовала небольшое место отдыха по вечерам. Олежек там как раз разбирал завалинку, а я здесь лежала, наблюдала. Хорошо, очень на свежем воздухе. Я тут, если честно, прям залипаю. Пока комары ко мне не начинают прилипать. Потом иду домой. Сегодня прохладненько. Маленько. С утра, получается, я на фитболе катаюсь. По вечерам здесь зависаю. Вчера, правда, только не получилось, потому что тортик был. Пока хорошая погода. Прям по кайфу здесь. Сегодня буду с вами прощаться. Всем до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok